Здравствуйте! В эфире Факты Афиша. Куда сходить, что посмотреть? Об этом расскажу прямо сейчас. Этот коллектив признан жемчужиной мировой культуры. Визитная карточка не только Кубани, но и всей России. Кубанский казачий хор готовит традиционные рождественские концерты. Я только к роду, что творит с турецким на реке на табачку. С 7 по 9 января зрители и гости города ждут яркие тетрализованные представления со святочными обрядами и библейскими историями, песенными премьерами. Каждое выступление кубанского хора – это всегда праздник, не пропустите. Новый год уже близко, и самое время подумать, куда сходить всей семьей и порадовать своих близких. Спектакль «Лига зимних волшебников» пройдет в Краснодаре. По сюжету ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила волшебные часы времени. И теперь для спасения Нового года на помощь Деду Морозу приходят его коллеги – зимние волшебники из разных стран и уголков мира. Его часто называют феноменом интернета. Первая слабая популярность к певцу пришла благодаря сети, куда молодой человек выкладывал собственные записи. Талантливый, харизматичный Ярослав Сумишевский приедет с концертом в Краснодар. Ярослав обладает неповторимой манерой исполнения. Его голос сложно спутать с другими исполнителями. А сценическое обаяние делает каждое выступление артиста незабываемым. Умеет не только прекрасно петь, но и играет на баяне. Артист с каждым годом собирает все большую армию поклонников. Выступления этого коллектива ждут с нетерпением в любом городе России. Их представления всегда искрометны и наполнены позитивом, добром, юмором. В краевую столицу приедут уральские пельмени с программы «Предюбилейный тур». Молодец, Лидия. Прошла ты первую проверку. Проверяю я тебя. Как тебя будешь вести, когда я чудить начну. Всенародно любимой уральским пельменем исполняется 25 лет. Эту дату коллектив решил отпраздновать со своим любимым зрителем. На концерте вас ждет все самое лучшее из творческого репертуара коллектива. Так что не пропустите и получите мощнейший заряд позитива. Поэтесса, кинорежиссер, победитель нескольких российских поэтических конкурсов, автор семи книг. Соломонова посетит Краснодар и Сочи с концертами. Автор выступит с программой «Чувствую рядом бабы». Концерты поэтессы сотканы из лирики, сарказмов и элегий поэтессы. Современные мультимедийные технологии в содружестве с живым исполнением создают ощущение полного погружения в поэтический материал. Добавлю, что вечер лирики и сарказма пройдет под живую музыку. А теперь поговорим о киноновинках. Сеть кинотеатров «Монитор» представляет мультфильм «Человек-паук. Через вселенные». Сюжет повествует нам о простом парне по имени Майлз, который даже и не предполагал, насколько может измениться его жизнь только от одного укуса паука. Но не все так просто. На своем пути мульчугану придется столкнуться с самыми опасными врагами. Ведь бороться со злом – дело не из легких. Так, ты готов? Эй, паучки! Так, а ты кто? Я Гвен Стейси. Из другого измерения. И вот еще одна новинка декабря. Картина «Аквамен» выходит в широкий прокат. История рассказывает нам об Артуре Кари. Еще в подростковом возрасте мальчик обнаружил в себе невероятную силу и скорость, а также способность дышать под водой и общаться с морскими существами. Позже его мать призналась ему, что на самом деле является королевой Атлантиды, находившейся в изгнании. Она также пообещала Артуру, что придет время, и он станет правителем семи морей. Считаешь себя недостойным трона, потому что принадлежишь двум мирам? Но именно поэтому ты достоин. Это круто! На этом у меня все. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24». Субтитры создавал DimaTorzok